Десятикратные чемпионы России Посев яровой пшеницы задерживается, а зимой культуры требуют современных технологий Как запоздалая весна повлияла на работу агрономов, узнал Салават Мухамадулян Уже пятый год плавают по огороду Возносы платим каждый год по 15-16 тысяч Почему вновь и вновь садового общества «Шинник» Нижнекамска оказывается под водой Узнавал Сергей Хайдаров Крепкой основой для новых спортивных триумфов Назвал президент Атарстана победу волейбольного клуба «Зенит Казань» в чемпионате России Рустам Мениханов поздравил клуб со званием десятикратного чемпиона страны Напомним, в финале казанская команда обыграла Санкт-Петербург «Зенитовцы» стали десятикратными чемпионами страны Завоевывают первенство пятый раз подряд Цифры красноречиво говорят о высочайшем профессионализме тренеров и игроков Отметил Рустам Мениханов Вслед за хоккейным «Акбарсом» Казанский «Зенит» принес Татарстану еще одну громкую победу На протяжении последних пяти лет команда Владимира Олегна не упускала Кубок страны ни разу И вот вновь в очередной раз привезли главный трофей в столицу Татарстана Победные эмоции в сюжете Алмаза Гафиятова Медалей и кубков в копилке «Зенита» с каждым чемпионатом становятся все больше и больше Но вкус победы он всегда разный Как и тот путь, который пришлось преодолеть для того, чтобы поднять этот трофей над головой И каждый из них внес свою лепту Многие волейболисты прошли с «Зенитом» долгий путь А для некоторых эта награда – дебютная в составе казанского коллектива Мы понимали, что «Зенит» не сыграет так плохо, как в первой игре в Казани Видно было, что сегодня соперник был немного подавлен психологически Чем мы и воспользовались В финале команде Владимира Олегна противостояли новички суперлигиям «Зенит» и Санкт-Петербурга Именно они смогли во время чемпионата огорчить татарстанцев До встречи с питерцами наши не знали поражений Та игра стала для нас хорошим уроком И решающий матч казанцы выиграли уверенно со счетом 3-0 Два «Зенита» и все рады Казани – второй место рады, а для нас это важно Потому что второе место было бы для нас провал Мы 10-кратный чемпион России Это юбилейная медаль Сила команды, сила наших возможностей Сила подбора игроков Сила неравнодушия Сила во всем Для грандиозности посмотрим, что в Казани будет Но сегодня нам есть чем погордиться С гордостью, можно сказать Катары рулят пока Вряд ли какой-то клуб в ближайшее время сможет приблизиться к титулам «Зенита» Команда, не замечая соперников, идет к своей цели Лучшие игроки Европы и мира в составе Такой коллектив смогли собрать только в столице Татарстана И вот они – плоды успешной работы Наша победа с отчетом 3-0 Мы показали высокое мастерство Класс Я поздравляю всех наших болельщиков Всех любителей волейбола Республики Татарстан Мы первые в стране Теперь главная цель – домашний финал Четырех Европейской Лиги Чемпионов 12-13 мая Баскетхол примет топовый турнир Старого Света При удачных раскладах «Зенит» снова может выбить страйк Из всевозможных клубных трофеев современного волейбола Совместно с клубным телевидением «Зенит» Алмазга Фиатов, ТНВ, Санкт-Петербург Одним из первых сразу после игры Клуб поздравил председатель Госсовета Президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухамедшин А позже глава парламента отправил спортсменам И главному тренеру поздравительную телеграмму Фарид Мухамедшин отметил, что во время игры Команда проявила сплоченность и профессионализм В очередной раз доказав свое лидерство в отечественном волейболе Посевная яровых опаздывает на неделю А зима и в ожидании современных технологий Сдержавшаяся зима и дождливая весна Вносят коррективы в работу агрономов Влажная почва не позволяет тяжелой технике зайти на поля Как решают проблемы агрономы И скажется ли это на урожае Узнал слова от Мухаммадулина Ахмат Незамеев заслуженный механизатор республики Пока почва не засохла На майских праздниках перед посевом Он рассыпает удобрения для кормовых культур Уже с 4 утра Такой погоды никогда еще не было Я не видел свою работу Сейчас стараетесь сохранить влагу, да? Самое главное, стараемся, чтобы влагу сохранить Чтобы вовремя все успеть надо Почва сейчас как пластилин Не мнется Она мнется, но не рассыпается На соседнем поле с озимыми культурами наоборот Ждут и пока не дождутся солнца Пшеница здесь требует корневой подкормки С помощью тракторов Но сначала почва должна подсохнуть В соседней агрофирме проблема поспевания почвы озимых культур Решает эдакий шестиколесный полемобиль Он значительно легче, чем трактор И за счет этого давление на землю намного меньше Его стоимость миллионы рублей Позволить себе такой агрегат могут не все агрономы К тому же затрат требуют и удобрения Которые меняются в зависимости от погоды Самое главное на сегодняшний день Это накормить наши озимые Потому что Очень много влаги И осень у нас достаточно влажная И осень-лето будет достаточно влажная А минеральный азот в почве, он динамичен Но если озимые спасают современные автомобили И ускоренная работа То вот яровые в ожидании Слишком влажная почва не поддается обработке Из-за этого и задерживаются посевные работы А на сколько? На сегодняшний день уже на 10 дней Опасы по сравнению с другими годами О таких сложностях агрономов и глав районов Предупреждал еще в начале апреля профильный министр Но урожайность пока погодные условия не влияют Но по прогнозам синоптиков Май и июнь станут жаркими А потому влагу сейчас искусственно не выводят с полей Ведь в дальнейшем ее нужно сохранить Словат Мухмадулина, Рамзбегарипов, ТНВ, Лаишевский район Новую жизнь, а точнее жизни, дали Волге В реку близ поселка Замище выпустили полторы тысячи мальков Акцию уже второй год организовывают подводные охотники Казани На свои деньги закупили маленьких речных обитателей Выбрали самых живущих и те, кто хорошо переносит дорогу Кто теперь будет жить в Волге, узнал Дмитрий Аринин Перед тем, как оказаться в Волге Эта рыбка проехала около ста километров вдоль Волжского берега Мальков купили в соседней Чувашии Выбрали сазанов, карпов и толстолобиков Они, как говорят, лучше всего переносят дорогу И хорошо приживаются, и дают потомство Акцию уже второй раз организовали И деньги на нее собрали казанские подводные охотники Дал кто сколько смог Набралось на полторы тысячи особей Это в два раза больше, чем в прошлом году Подводные охотники, как никто другие из рыбаков Чаще всего видят рыбу, видят сколько ее остается И хотелось бы как-то привлечь народ к данному мероприятию То, что нужно не только брать, но иногда и пополнять Восполнить рыбный запас собрались около сотни человек Приехали из других регионов Самары, Мариел Взяли с собой жен и детей Я запустила рыбку, потому что это важно Прививаем детям тоже, чтобы они относились уважением к природе Выпущенные мальки через два года должны вымахать чуть ли не до 15 килограммов Тогда, как говорят, на них и можно будет поохотиться Дмитрий Айрин, Алина Мусина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Не урожай собрать, ни гостей позвать, ни отдохнуть Пять лет плавать по садовому участку приходится садоводам Нижнекамска 15 огородов общества «Шинник» из года в год оказываются под водой, словно рисовые поля И причины не паводок, так в чем же проблема, выяснял Сергей Хайдаров Такую картину Рустем Газизов наблюдает на своем участке уже 6 лет И такой пейзаж не только у него Вода накрыла еще 15 соседних участков Супруга Рустема едва сдерживает слезы От цветущего огорода остались лишь воспоминания Сейчас здесь только вода и грязь На будущий урожай уже нет надежды Каждый год вот такая история А взносы платим каждый год по 15-16 тысяч А начальник массива говорит Отказывайте с огорода Но бросать несчастливый участок семья не готова Воюют за свою землю уже несколько лет А вода с каждым годом только прибывает Эту проблему обещали решить еще в 2016 Когда садоводы впервые стали бить тревогу Выяснилась проблема из-за новостроек на улице Тобеева Они построены на возвышенности И ливневки просто не справляются со всеми стоками В итоге все стекает на садовые участки Мы неоднократно обращались Но для исполком Для решения данной проблемы Нужны серьезные финансовые вложения После приезда съемочной группы На проблему местных садоводов Отреагировали в исполкоме Нижнекамска Специальная комиссия выехала в Шинник И осмотрела территорию Обещали решать проблему будут Но вот когда именно неизвестно Выполнение данных работ потребует определенных финансовых средств Стоит сказать, что сейчас их в бюджете нет Их нужно будет изыскивать Но этой проблемой мы будем заниматься Уже в начале мая комиссия приедет в Шинник еще раз Совместно с экологами представители исполкома планируют найти решение И возможно у местных садоводов появится надежда Что в следующую весну они встретят на суше Сергей Хайдаров, Светлана Звонарева, Алсу Арсланова Я не представляю, что происходит Сегодня сотрудники цирка нам заявили, что никакого потопа у них не было В доказательство нам показали сухой пол в гардеробе, туалете С директором цирка нам пообщаться не удалось Как сказали у него выходной Отметим, что цирк после капремонта открыли в начале марта На работу ушло около 1 миллиарда рублей Что интересно, тогда накануне открытия на пресс-конференции Журналисты тоже заметили лужу под куполом Директор же цирка сказал, что ничего такого не видит Я извиняюсь, конечно, что-то капает Не вижу Это новости Татарстана и далее выпуски Лучшие из лучших Ребята меняются системно, то есть ряды пополняются новым Как отбирают и готовят волонтеров к чемпионату мира, расскажет Алина Бережная От 170 и выше Мы будем заключать контракт с какими-то девочками, которые понравятся международным агентствам А кажутся ли татарстанские девушки на европейских модельных подиумах, узнавал Сергей Хайдаров Героические примеры, военные песни и воспоминания В Казани прошел митинг-автопробег, приуроченный ко Дню Победы Его ежегодно проводят в молодежной организации ДОСАФ Татарстана Ветераны Великой Отечественной войны и юнормейцы спецколонной проехали от площади 1 мая до проспекта Ямашево С ними в путь отправилась и Алина Мусина Последний раз сойдемся завтра, рука прошла Им уже за 90, но они каждый год в строю Вот и этим ранним утром ветераны пришли, чтобы вместе с юнормейцами почтить память всех погибших на полях сражений Второй мировой Борис Кузнецов, герой Советского Союза, сейчас уже единственный в Татарстане Живой пример и живая память Сержант Борис Кузнецов при форсировании Днепра на самодельном плоту под огнем противника Переправился через реку и установил связь с артиллерийской батареей Будучи дважды ранен, остался в строю и поднял бойцов в атаку Всегда говорят, что-то у нас с молодежью стало плохо Неправда Молодежь у нас прекрасная Но с ней нужно работать и помогать ей, чтобы они стали замечательными людей Торжественный митинг перед автопробегом, песни военных лет, воспоминания, истории жизни Все для того, чтобы помнить и никогда не забывать Очень горжусь, что я здесь участвую Это пробуждает во мне патриотизм Первый раз увидел героя Советского Союза Для меня это честь здесь быть и нестивенький героем Советского Союза Такой митинг и автопробег ДОСАФ организует ежегодно В этом он приурочен ко дню открытия Всероссийского молодежного образовательного сбора Союз-2018, наследники победы Он проходит в Казани с 29 апреля по 10 мая Мы знаем, что срок службы сокращен И, конечно же, за один год невозможно подготовить и теоретически, и практически наших ребят Поэтому мы вот этому празднику уделяем очень большое значение Первая остановка Арское кладбище Здесь ветераны войны и боевых действий Юно-армейцы и кадеты возложили цветы к могиле неизвестного солдата И венки к могилам героев Советского Союза После по новому пути колонна проследовала по площади 1 мая А завершила шествие в Парке Победы Алина Мусина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Почти на 100 миллионов сельхозтехники поставит Алтайский край в Татарстан Об этом рассказал заместитель министра экономического развития края Алексей Ерохин Напомним, Татарстан и Алтай давно сотрудничают Один из последних визитов делегации нашей республики прошел всего полгода назад Тогда, в частности, рассмотрели расширение взаимодействия в области машиностроения и лекарственных препаратов Как же появляются на свет известные всем масла и лечебная косметика В эксклюзивном материале из Алтая Рамиля Шайдулина Ядра превращаются в литры целебного масла Из жмыха, мука, потом в каши и напитки Все из алтайского кедра и грецких орехов За смену каждый пресс выжимает от 10 до 30 литров масла В соседнем цехе отжим подсолнечника, льна, черного дмина, того, что растет в России Главное это технологии производства, чтобы донести то полезное, что в них содержится То есть, если таблицы, то есть таблицы таблицы масла Та же основа, но для лечения На Алтайской косметической компании из дорог природы делают биодобавки и крема В один бак заливается вода, в другой то самое полезное масло Наша косметика признана по всей России и ближайшего зарубежья На рынке мы более 19 лет Кремы, бады, масла Все на прилавках по всей стране По словам местных маркетологов, их можно встретить и в магазинах Татарстана В крупных торговых сетях А вот продукция алтайского биофармацевтического кластера Это уже лекарства и поставляет их в аптеки и медучреждения Наши аппараты различные для вытяжения позвоночника Они поставляются в том числе и в санаторно-курортные учреждения Республики Татарстана Есть такие примеры Сегодня уже завязаны очень тесные деловые контакты с поставкой продукции наших предприятий в Республику Татарстан По разным экономическим направлениям И по биофармацевтическому, и по композитным материалам, и по продуктам специального назначения Все это выпускают в центре алтайской промышленности Бийске Специально для производства лекарств здесь объединились в основный кластер За 10 лет он стал меткой для российских фармацевтов Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Бийске Путешествие во вкусное прошлое совершили сегодня гости болгар В древнем городе прошел гастрономический фестиваль Чак-Чай Дегустация национального татарского десерта, голосование за лучшее блюдо Мастер-классы и народные танцы под открытым небом Сладкая история у Елены Веселовой У нас получаются такие маленькие шарики Мастер-класс по лепке баурсаков показывают члены исторического клуба из Иваново Сегодня учат детей и взрослых Нужно сделать тесто как бы в слои, делать, чтобы оно было слоеным Это обваленные кусочки теста в меде В их копилке много исторических рецептов Они дошли до нас от авторов арабских трактатов об исламской кухне Есть и забытые напитки, которые становятся сегодня популярными Например, сбитень. Мы его готовим каждый булгар. Честно говорю, много люди попробовали Учат тут же древним танцем и боям проходят мастер-классы по лепке А центральное место, конечно же, для чак-чака Здесь представлено пять видов чак-чаков. Голосование проходит анонимно Пицца в печи и балмай, шашлыки, треугольники и блинчики Сегодня здесь много гостей из других городов Болгары нам очень нравятся Мы часто приезжаем Пусть Болгары развиваются Посмотрели заповедник Мы в полном восторге от музея Есть чем заняться ребенком? Восемь Нам понравилось Фестиваль посетили более пяти тысяч человек Ежегодно прирост туристов в Болгар порядка ста тысяч человек Их привлекают как раз подобные фестивали Последние годы, как создался фонд, она же выросла где-то 15-20 раз поток туристов Именно с проведением таких интересных ярких событий поток будет увеличиваться Продолжать увеличиваться и меняться его качественный состав Сегодня расширяется туристическая инфраструктура В скором времени откроется новый отель Куга Али Решается вопрос с увеличением кафе и ресторанов Ну и конечно же в планах еще больше событийных фестивалей Елена Веселова, Альбина Сулгараева, Мара Зайдулин, ТНВ, Болгар Гости футбольного мундиали увидят их первыми К обучению приступили казанские волонтеры Всего вне спортивного события трудовой вахту будут нести больше двух тысяч добровольцев Имена городских волонтеров еще не названы Отбор завершится только 15 мая Как выбирает лучших увидела Алина Бережная Лишь одна корова, лишь одна корова, светлая строка Песни, куклы и представления все о чемпионате Работали со зрителями на универсиаде Консультировали иностранцев на Купке конфедераций А сейчас готовятся к предстоящему футбольному мундиалю Человек, который становится волонтером Он не потому что любит волонтерство А потому что он любит отдавать частичку себя для других На футбольном поле с детства, но уже этим летом Тимур Заединов сменит футбольную форму на волонтерскую Оставил заявку, а уже сегодня в числе кандидатов волонтеры Чемпионат мира происходит в России И такая возможность поучаствовать именно в данном мероприятии в родном городе Я считаю, что хороший шанс Два направления и десятки тысяч желающих работать на чемпионате Будут 2342 волонтера Добровольцы программы Аркомитет Россия 2018 уже приступили к обучению Имена городских волонтеров еще неизвестны Отбор завершится 15 мая Олень, как ты ориентируешь в Казани? Отлично Какую бы позицию ты хотела занимать? Работа со зрителями Супер Уровень знания английского, опыт работы волонтерской деятельности И мотивация всего 10 вопросов и 15 минут Все, чтобы выбрать лучших волонтеров Высокую планку волонтеры задали еще на универсиаде Тогда в визитной карточке республики стали 20 тысяч добровольцев Самому младшему 14, самому старшему 74 года Транспорт, туристы, спортивные площадки 24 часа Волонтеры работали по более 40 направлениям Ребята меняются системно, то есть ряды пополняются Но и сейчас на данный момент движение в общем и целом Как социальная активность, добровольство и волонтерство очень сильно развито Тренинги на коммуникацию, систему безопасности Особенности общения с людьми с инвалидностью и знакомство с объектами Все это ждет волонтеров в середине мая А уже 11 июня они заступят на трудовую вахту Алина Бережная, Анастасия Родионова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань Татарстанские девушки окажутся на лучших модельных подиумах Европы Сегодня в столице республики стартовал кастинг нового телепроекта New Model Show Из 50 участниц путевку в мировой модельный бизнес получат только 5 девушек Как покорить мировой подиум секретовый снял Сергей Хайдаров 179 Так неожиданно для девушек кастинг начался еще на улице Высокий рост и осиная талии это еще не все требования модельного бизнеса Перед жюри девушки должны предстать во всей красе Разговор на английском, профессиональная походка Все это инструменты в работе моделей Валерия Казакова приехала из Иктывкара и прошла во второй тур Больше связано волнение с представлением себя на иностранном языке Потому что вроде как бы ты можешь сказать, но если заволнуешься, то будет совсем не очень А так нормально все Рост от 171 сантиметра и обязательный 90-60-90 Но диеты это далеко не все жертвы ради мирового подиума Постоянно в путешествиях, ты постоянно в самолетах, в переездах И ты не можешь учиться физически То есть у тебя нет даже времени, если у тебя улетаешь, ты думаешь, я буду учиться онлайн Не будешь К таким условиям готовы не только потенциальные модели, но и их родители Как не волноваться? Ты же любишь ее всем сердцем и мечтаешь, чтобы она добилась большего, чем ты Ну и самый сложный момент сегодняшнего кастинга это второй тур Именно здесь участницам нужно продемонстрировать на камеру все свои эмоции И эта задача кажется легкой только со стороны Ведь из 50 участниц в Москву едут только 5 Не прошла кастинг Прошла кастинг По результатам кастинга 5 начинающих моделей отправятся в Москву Где получат шанс подписать контракт с ведущими агентствами мира Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань И на этом у меня все Впереди вас ждет спорт и прогноз погоды Увидимся в 21.30 В 1987-м Казань «Орксинтез» создал внешнеторговую фирму Перешел на хозрасчет Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж И получать средства на покупку современного оборудования Казань «Орксинтез» начал работать в новых условиях рынка Казань «Орксинтез» — химия достижений Добро пожаловать в семью Телекарта Смотри, не переплачивай Ах, какая машина Мне б такую А что мешает? В Канавто возможно все Ниссан Кашкай за 13 300 рублей И это еще не все Только в апреле и только в Канавто Три ТО в подарок Приезжайте и выбирайте свой автомобиль Ниссан Канавто делает мечты реальными Оренбургский тракт 209 напротив РКБ 230-30-30 Казанские ведомости Газета о Казани и Республике Газета для дома и вашей семьи Три разных индекса на любой вкус А еще подписчики Казанских ведомостей Могут подать бесплатное объявление Кто против? Я за Мы победили конкурентов Бери Ниссан по старым ценам Сигнализация с автозапуском в подарок Телефон в Казани 4 пятерки 3 единицы 5 мая в центре грибных видов спорта Ждем вас на центральный субботник И день посадки леса Убираем, отдыхаем Приносим макулатуру, батарейки и электролом Выступления артистов, призы, полевая кухня Айда выходи! Эко весна 2018 Спешите видеть Московский цирк Юрия Никулина С новой программой Браво Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные Доступнее не будет В автоцентре Марка Новый японский датсун всего за 79 тысяч рублей Узнайте подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи Добрый вечер! Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Казанский уникс провел заключительный домашний матч регулярного чемпионата Команда принимала Нижний Новгород Для определения победителя потребовался овертайм Гостям удалось хорошо провести первую половину встречи На большой перерыв уйдя с преимуществом в 12 очков Однако во второй половине матча уникс мог прибавить и сравнять счет финальной серии В дополнительной пятиминутке казанцы оказались сильнее Итог встречи 99-93 Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стефан Ласме Набравший 27 очков и совершивший 8 подборов Теперь униксу осталось провести два выездных матча с Пармой и Зенитом К другим темам татарстанская спортсменка серебряный призер личного чемпионата Европы по бадминтону Евгения Косецкая заняла второе место в престижном турнире, который прошел в испанском городе Уэльва Студентка Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Завоевала серебро женского одиночного разряда Уступив в финале олимпийской чемпионке Каролин Марин из Испании Бронза соревнований у датчанок Линк Ярсфельд и Мии Блишфельд Отметим, что казанская бадминтонистка показала лучший результат среди представителей нашей страны Также бронзовыми призерами мужского парного разряда стали российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Сазонов И совсем немного осталось до старта мировой серии Фина по прыжкам в воду С 4 по 6 мая соревнования пройдут на базе Дворца водных видов спорта Мировая серия Фина уникальный зрелищный проект Синтез соревновательного турнира и показательных выступлений Более 70 спортсменов из 14 стран мира примут участие в турнире В их числе элита мирового дайвинга Победители и призеры олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира В программу каждого этапа входят индивидуальные синхронные прыжки С 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки у мужчин и женщин Напомним, первые и вторые этапы прошли в Пекине и Фудзе Третий принял Монреаль Казань станет четвертым городом, кто проведет этап мировой серии И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой По вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать в мае со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде Встречаем первый день мая Погода обещает быть облачной, но преимущественно без осадков По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики Им ожидается облачная погода, без осадков и до 11 градусов тепла На северо-востоке переменная облачность до плюс 11 На севере республики будет облачно, там температура воздуха составит плюс 12 градусов На север-западе будет пасмурно до плюс 12 На юго-западе республики теплее до плюс 16, но местами ожидаются дожди В центре Татарстана облачно, без осадков и до плюс 12 градусов В последующие сутки в республике ожидаются осадки Спонсор выпуска ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец» Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь» Катаракта? Пора забыть о ней навсегда! Только сейчас! Лечение катаракты за 37 тысяч рублей! Клиника «Третий глаз» 273-17-17 Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования Вам всегда рада помочь! Адрес Казани, спортивная 3 В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода без осадков и до 13 градусов тепла Ветер северный, слабый Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 68% Магнитное поле земли спокойное На этом наш выпуск завершен В студии была Маргарита Павлушина До свидания!